Мы не планировали делать этот сюжет, но потом волею судеб наткнулись на свежее творчество напрочь отбитого пропагандиста из солнечной Армении. Например, вопрос цензуры. Сейчас вообще я буду говорить совсем непопулярные вещи. И я настаиваю на то, что модерировать и менять правила нужно сверху. Давайте все-таки власть определится и скажет, все, цыц, всем своим там, цыц, правила теперь одни. После чего было решено, что не обсудить настолько сладкую булочку было бы просто преступлением. Шутка ли, чудак, который годами кривлялся и рассказывал, как Россия одним махом разнесет Украину? Я передаю всем привет украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве. Вдруг переобулся в воздухе. И прямо в эфире канала «Россия на серьезнейших щах» принялся рассказывать о необходимости вводить цензуру. Мол, о поражениях на фронте россияне знать просто не должны. Мы уверены, что для общества, в широком смысле слова, необходимо знать о тех проколах, которые мы получили в Макеевке или под Углидаром. А чё такое, дядя? Чё-то пошло не так, да? Ну, тогда ты в лучших традициях международной пилорамы актрису в Зеленского или Бориса Джонсона переодень. Может, полегчает? Президент, прости господи, Украины Володька Зеленский. Гоп-гоп-гоп, сена-на, а мы танцуем. Да, добрый день. Если я чешу за пилки, не беда. В голове моей пилки, да-да-да. Борис, Борис, добрый вечер. А, зови ты меня просто Боренька. Но в том-то и дело, что чем дальше влез, тем сильнее меняются тексты кремлевских пропагандистов. На сегодняшний день они больше не уверены в победе России. Даже для вот таких вот бездарных шутеек места больше не осталось. Здравствуйте. У вас пиджак, кажется, треснул. А, это от расширения на восток. Против России вы не готовы воевать. Чувак, у нас теперь в армиях половина геев, остальные антиваксеры. Они пока ногти накрасят, глаза подведут, да стринги наденут, вы уже в Киеве давно будете. Напротив, Киасаян в истерике сыпет угрозами. Вы еще забыли, что не надо включать режим. Режим у моей страны под названием «Русские не сдаются». Вам всем будет, если этот режим будет включен. А он включился. Рассказывает о режиме «Русские не сдаются» и о том, что с Украиной и украинцами все решено. Вот это хуторское мышление, что президент Российской империи будет рассказывать про вас, убогих. Чего вы говорите? С вами, с убогими, уже решено. А еще о мобилизационном резерве в 25 миллионов. Меньше сейчас ваше население, чем наш мобилизационный ресурс. У нас в Конституции 25 миллионов. А у вас столько не живет сейчас в стране. Эх, смешной, смешной. Столько лет ты Украину ртом побеждал, а теперь пришел к тому, что без общей мобилизации в России дело не будет? Ай, как ты злишься. Уй, как ты топаешь ножкой. А ведь еще недавно вы втирали своим зрителям, как любите украинские песни и хотите заглядываться на Оксан. Настанет день, и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев. Наши мужья будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан. Но между ожиданиями и реальностью оказалась целая пропасть, и ребятки откровенно приуныли. Не, они по инерции продолжают врать себе и людям, например, о том, что в Украине нет света. Ну что, нормально без электричества? Хорошо с западом. С печенюшками этой твари нула. Но в глубине души это уже не те люди, что были год назад. Они прекрасно понимают, что натворили слишком много, и дороги назад уже нет. Ну, точнее, есть. Но выбор невелик. Либо в тюрьму, либо на кладбище. Запад в гробу видал. Но это вовсе не потому, что их приговорил Зеленский или некие мифические фашисты-каратели. Как рассказывают на российском ТВ. Правда, это ее оружие, которым она умеет бить, точно в цели. Поэтому Зеленский хотел бы, чтобы она замолчала навсегда. 25 апреля прошлого года в Москве была обезврежена диверсионная группа, которая планировала убийство Тиграна Киасаяна, Маргариты Симоньян и других. Все дело в том, что когда у людей нет ни тормозов, ни совести, то и врагов у них очень много. Тот же Киасаян, например, показательно угрожал Азербайджану с Казахстаном. Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс? Или вы думаете, вы эмигрируете на Украину? Гляньте внимательно. Подумайте серьезно. А его женушка начинала карьеру с вранья в Беслане. Маргарита Симоньян скрывала на самом деле количество заложников в Беслане, получила за этот орден. А потом и вовсе пошла по наклонной, превратив федеральные каналы в самую низкопробную помойку со сплетнями уровня бабушек на лавочке. Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере, женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качество этого человека. 2% дерьма. Это точное определение их. Но лично нам очень хотелось бы, чтобы Симоньян и Киасаяна прежде всего спросили родственников российских военных, которые погибли. В том числе и потому, что пропагандисты системно настраивали их на легкую прогулку. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи? Мол, и воевать не придется. Вы только приедете на танки, а украинцы в панике разбегутся. А в итоге в первые дни войны российских военных расстреливали как в тире. Что признал, например, тот же генерал Шаманов. Те, кто рассчитывали, что нас будут встречать с цветами, это одна из главных ошибок, которые мы очень остро почувствовали в первые пять суток. То есть за балабольство пропагандистов люди заплатили жизнями? Но об этом как-то молчат. Симоньян вообще сейчас стирает, что сразу ожидала страшную войну. И вот сюрприза для нее не было. От слова совсем. Но за этот год были какие-то вещи, которые стали открытием для тебя. Я удивлю тебя, наверное, вообще нет. Я предполагала, конечно, я понимала, что это будет война. И все для меня было очевидно. Ну да, не было сюрпризов. Видимо, это не она писала, мол, вместо войны просто планируется выездное проведение парада. Это стандартная репетиция парада. Просто в этом году решили парад проводить в Киеве. А чтобы народ не сомневался, она еще и цитатки из песен подбирала подходящие. Завтра в 7.22 я буду в Борисполе. И сейчас очень хочется уточнить. Ну, как там Борисполь, тетя? Пойди, все нарды заплакали, когда новости о войне читали. Но справедливости ради надо признать, что какое-то время сладкая парочка еще пыталась держать лицо. Мол, временное недоразумение, все хорошо, все под контролем. Да и вообще российские военные просто мирных жителей не бомбят. Иначе Симоньян, как верующий человек, и в студии бы не стоял. Если бы Россия вела себя, как эти нацисты, и бомбила бы мирные города, я бы сейчас здесь не сидела, потому что я верю в Бога. Так бывает, когда у человека нет ни мозгов, ни совести. Ведь она отлично знала, что в те дни происходило в рубежном волноваке Мариуполе. Знала, что ее эпичная матушка Россия забери Донбасс домой. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой. На деле обернулось реальным геноцидом жителей Донбасса, когда Соловьев в студии хвалится тем, что в России оказалось 4 миллиона беженцев. За год военных действий на территорию Российской Федерации переехало больше людей, чем в любую страну Западной Европы. Под 4 миллиона. Это как раз те несчастные люди, города которых Россия стерла под ноль. И у них был выбор, либо жить на улице, либо выезжать туда, куда разрешают оккупанты. Потому как других коридоров Россия и не дает. Вот. Вспомните, какие очереди были в Васильевке, когда был хоть какой-то шанс выехать в Украину. Люди ночевали у дороги неделями. Очень хотим уехать. У меня малышу три месяца. Уже невозможно. Мы вторые сутки уже в дороге, очень устали. Дети капризничают. Первая колонна, которая стоит на этой заправке, они уже ночуют седьмые сутки для того, чтобы выехать. Но Россия, увидев неудобную картинку, лавочку быстро прикрыла. И они, ну в смысле пропагандисты, отлично знают, почему столько людей из того же Северодонецка, Лисичанска, Мариуполя, Попасной и далее по списку оказались в России. Отлично знают, что именно их, российская армия и авиации. На наших глазах российская авиация ударила по жилой пятиэтажке. Сейчас горят верхние этажи здания. И танками расстреливала жилые дома. Но продолжали, как та же Симоньян, долгое время корчит из себя святош, ссылаться на веру и Бога. Если бы Россия вела себя, как эти нацисты, и бомбила бы мирные города, я бы сейчас здесь не сидела, потому что я верю в Бога. Впрочем, с человеческими качествами этой фрау все было ясно еще после истории со свято-иверским храмом в Донецке. Когда Симоньян много охала и ахала перед камерами, обвиняла Украину в фашизме, уничтожении святынь. Здесь стояли украинские войска, которые прямо из храма работали по мирному населению, собственно, по домам. Варварство, конечно, запредельное. При том, что каждая собака в Донецке знала, что в свято-иверском храме был штаб боевиков. Они даже об этом сюжеты снимали, как среди икон огневые точки устраивали. Мы находимся возле монастыря. Все это тоже позиция была, и мы ее держали до последнего. Но глава всего российского иновещания, о которой наверняка рассказали, как и что, сознательно перевернула историю с ног на голову. Здесь стояли украинские войска, которые прямо из храма работали по мирному населению, собственно, по домам. И после этого, приехав в Москву, как ни в чем не бывало, закатила глаза, мол, друзья, хватит врать. Это фу, как некрасиво. Каждый должен понимать, что твое маленькое вранье может привести к большой катастрофе. Врать хватит. Надо посмотреть в зеркало на себя и сказать, я больше врать никогда не буду, потому что мое вранье может привести к катастрофе мою родину. Здесь сразу вспоминаются строки из легендарной басни Крылова «Не лучше ли к ума на себя обратиться?» Ведь когда Симоньян, на который пробы ставить негде, негодующе трясет кулачком и требует не врать, это примерно то же самое, как если бы почетный ветеран московской кольцевой дороги призывала бы не заниматься сексом. Врать нужно перестать на всех уровнях. Прекратите врать. Но в этой всей истории есть еще один важный момент. Другие пропагандисты, глядя, насколько высоко ценится властью максимально токсичное творчество армянской парочки. Украина тоже страна немаленькая. Россия слишком большая страна. Украина совсем немаленькая страна. По европейским меркам так огромная. А по меркам какого-нибудь Лихтенштейна так просто неприлично огромная. Надо бы ее подсократить, чем мы, в общем-то, с успехом, слава богу, и занимаемся. Жопу демократию. Демократию. И есть все то, что, сука, для этого нужно. Если сейчас нужна мобилизация и отсутствие всех этих разговоров, нахер с пляжа. Думают себе, а чем мы хуже. Но раз Симоньян за адовый контент раздают ординат. Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете с кровавой пасти этих людоедов наших людей. Что вы решились на это. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете. То чем мы хуже? В итоге на том же канале Russia Today, который, собственно, и возглавляет Марго, собрались прям вот калиброванные упыри. Чего стоит один Антоша Красовский, предлагавший сжигать то Конституцию Украины. Мы отнимем у вас вашу Конституцию. Сожжим ее на Крещатике, вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. То местных детей. Прям в эту сморяковую хату забивать и сжечь. Детей он, кстати, еще и топить предлагал. А прям топить таких. Идентифицирующие. Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. Сказал, что, так сказать, о Баскале оккупировали. И сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. И такой мерзости мы можем показывать хоть до завтра, но смысла в этом большого нет. Пока нет. Ведь очень зря и Симоньян, и Киасаян, и их альтернативно одаренные коллеги думают, что поймали боженьку за бороду. И такая жизнь, как сейчас, где платят деньги и дают ордена за чернуху, будет всегда. Служу России. Спасибо. В фашистской Германии Геббельс и его семья тоже думали, что им ничего не грозит, а немецкая армия непобедима. Но потом им пришлось принять отраву в бункере. Такая, знаете, мистическая история, на которую мы очень рекомендуем обратить внимание и Симоньян с Киасаяном, и Чите Скобееву. Ведь не зря говорят, история циклична. Продолжение следует...